Финансовая система России на пороге важных новаций. В ближайшем будущем в стране будет создано собственное рейтинговое агентство. Уже в следующем году банки выпустят 30 миллионов карт национальной платежной системы МИР. Ключевые вопросы денежной политики обсуждались на этой неделе на встрече Владимира Путина с главой Центробанка Эльвирой Набиулиной. Одна из главных тем – устойчивость банковской системы страны. Анализ ситуации и мнение экспертов в репортаже Антона Верницкого. Главный экономический вопрос недели – что будет дальше с рублем? Придел ли 65 за доллар или в ближайшее время последуют изменения? Пока аналитики ломают копию вокруг того, достигнуто ли финансовое дно, глава Центробанка уверяет, если люди несут свои деньги в банки, значит верят, что банковская система страны устойчива. Это и есть один из показателей стабильности экономики. Как вы сами оцениваете ситуацию сегодня в нашей финансовой системе, в банковской системе? Конечно, внешние события не могли не отразиться на развитии банковской системы. Но в целом, по основным показателям, которые характеризуют ее, находится в безопасной зоне и устойчива банковская система. У нас был отток вкладов в конце года, в начале года. Сейчас полностью компенсирован тот отток, который увеличился. На 7,2% увеличились склады населения в банках. Надо сказать, что три четверти вкладов – это рублевые вклады. Был некоторый рост долларизации, но потом снизился. То есть, по словам Набиулиной, россияне не торопятся массово менять рубли на доллары и по-прежнему предпочитают вклады в отечественной валюте. Но, тем не менее, рубль все-таки на этой неделе упал. На курс рубля прежде всего повлияло снижение котировок нефти. Рубль – типичная сырьевая валюта. И когда нефть растет, рубль укрепляется. Когда нефть падает, соответственно, рубль ослабляется. Ослабление рубля, с одной стороны, способствует увеличению инфляции. Но, с другой стороны, это же ослабление увеличивает доходы экспортеров, которые в основном наполняют федеральный бюджет. Экспортеры – это нефтегазовый сектор. Та самая нефтяная глаз, которой Россия пытается слезть вот уже не первый год. Металлургический и военно-промышленный комплекс. То есть, те предприятия, что продают свою продукцию за рубежом за валюту. Что же касается ослабевшего на неделе рубля, то финансовые аналитики, к которым мы обратились, в один голос уверяют. Разговоры о критической ситуации в экономике – это спекуляции. Ничего критичного с ней в августе не происходит. Помимо снижающихся нефтяных котировок, есть еще фактор сезонности, который в августе традиционно оказывает такое давление на российскую валюту. Но вот какого-то кризиса, какой-то страшной ситуации на валютном рынке сейчас не наблюдается. Если, конечно, нефть по каким-то причинам свалится до 20, нам будет сложновато. Но, опять же, у нас есть резервы. 358 миллиардов долларов – это много. А все-таки может нефть так свалиться? Я не вижу оснований на текущий момент вот для такого движения. Наоборот, по технической картине она должна вернуться к отметкам 60-70, может быть, даже 80. Это вполне реально. Вопрос в том, какая перспектива. Может быть, это год или два. Ну, не завтра, во всяком случае. Но перспектива есть. Жирных годов не будет, но все равно… Но сытые будут. Пока же в ожидании таких сытых годов аналитики предсказывают повышенную волатильность, то есть изменчивость курса рубля. Причем, как утверждается, в ближайшие месяцы курс его не будет значительно колебаться, оставаясь в пределах 65 рублей за доллар. И связано это с мировыми тенденциями. К сожалению, в мировой экономике испытывают серьезные сложности. Спрос на сырье снижается. Кроме того, в конце 2015-го, в начале 2016-го года ожидается выход на рынок иранской нефти, что оказывает дополнительное давление на цены. Поэтому, скорее всего, мы увидим умеренное ослабление рубля, которое будет соответствовать умеренному ослаблению нефтяных цен. При этом опрошенные нами аналитики говорят о том, что ситуация на фондовых рынках Китая, а на этой неделе местные власти девальвировали юань на 3%, на рубль существенно влияние не оказала. Некоторые опасения инвесторов связаны с девальвацией юаня, которая была проведена на этой неделе. Но в большей степени это влияет на азиатских партнеров Китая и на развитые страны. Что же касается санкций против России, то, несмотря на ожидания некоторых западных стран, рынки давно перестали на санкционную войну реагировать. Сейчас санкции абсолютно игнорируются, даже когда они начинают расширяться, там добавляются какие-то новые страны, новые меры, и Россия вводит ответ на эмбарго. Рынок абсолютно игнорирует эти вещи. Тем не менее, американское рейтинговое агентство Moody's на этой неделе снова понизило кредитный рейтинг России. Это то, собственно, о чем говорил Владимир Путин на встрече с Эльвирой Набиулиной. Я помню наши дискуссии с бывшим еще руководством Еврокомиссии, когда они возмущались действиями наших американских партнеров, считали, что многие оценки, которые даются международными, а считай, американскими рейтинговыми агентствами, они не являются объективными. Я очень хорошо помню их возмущение по этому вопросу. И тогда уже они сами собирались сделать свои собственные дополнительные независимые рейтинговые агентства. Россия тоже должна быть нападать. Этот проект должен строиться на таких принципах, которым будут доверять инвесторы. Потому что очень важно, вы сказали, доверие инвесторов и прозрачность деятельности. И оно должно быть достаточно мощным. Если мы не сможем решить эту задачу, то создание такого агентства бессмысленно. Абсолютно. Сегодня мир ориентируется на данные так называемой большой тройки рейтинговых агентств. S&P, Fitch и Moody's. Все они американские. Причем Moody's осуществляет так называемый агрессивный рейтинг, то есть публикует данные компании без их разрешения. Повышение рейтинга служит инвесторам сигналом покупать акции того или иного предприятия в том или ином государстве. Или не покупать в случае понижения рейтинга. Сказать, что эти агентства никогда не ошибаются или не делают сознательных ошибок нельзя. Так в июле прошлого года агентство S&P неожиданно решило поменять долгосрочный рейтинг Украины с негативного на стабильный. Самая же крупная и яркая, если так можно сказать ошибка, произошла в 2008. Агентства присваивали самые высокие рейтинги ипотечным облигациям американских компаний, которые к тому моменту давным-давно уже обанкротились. Собственно, мировой финансовый кризис 2008 года и начался после того, как лопнул пузырь ипотечного кредитования в Штатах. Раздутый, не без помощи большой тройки. Всегда есть вот такие подозрения, что иногда рейтинговые агентства пытаются создать международные преимущества для, прежде всего, американских компаний. В этом части создание национального рейтингового агентства – это попытка, ну, как-то более объективно представить видение российских компаний, в том числе западному инвестору. То есть это не значит, что Россия полностью откажется от данных, которые предоставляет большая тройка американских рейтинговых агентств, просто дополнит их информацию своей. Запускает наша страна и собственную платежную систему, независящую ни от американской, ни от европейской. Мы с вами уже год назад, наверное, говорили о электронных расчетах внутри Российской Федерации, создание своего собственного национального пластика, так называемого. У нас там два этапа работы было. Мы идем к графике. Первый этап работы касался создания операционно-клирингового центра. Он создан, и операции внутренней российские международных платежных систем обрабатываются уже на российском, вот в этом российском операционном центре. В следующий год тут уже будут массовые выпуски карт, где-то 30 миллионов карт мы считаем, что мы выпустим. Для того, чтобы удобно было гражданам, мы сейчас с международными платежными системами заключаем договора, так называемые кабейджинки. Что это означает? Это означает карта, которая работает как национальная платежная карта мира внутри России, но та же самая карта может работать за рубежом, как Мастеркарта, Американ Экспресс. То есть с пластиковыми карточками мир жители России смогут расплачиваться и в других странах. Первые российские карточки будут выпущены уже в декабре. Антон Вернис, Кирина Штоколова, Кристина Рябова, Антон Чуковский, Первый канал. Продолжение следует...